ДСААВ для каждого набора новобранцев по окончании курса обучения проводит подобные марши. Ребята должны почувствовать технику и не на полигоне или городских улицах, а на бездорожье. Ну а раз сейчас зима, то в заснеженном поле. Поэтому к месту назначения следуют колонны с музыкой. Одни за рулёб тяжёлых Уралов, Камазов, другие в автобусе. Солнце скрашивает предстоящие испытания, да и новобранцев ничем не испугать. С техникой они уже наты, поэтому уверены в своих силах и готовы показать, чему научились. Марш своего рода экзамен, ведь за выполнением заданий наблюдают не только наставники, преподаватели ДСААВ, но и представители военкомата. Котловский военкомат направляет для подготовки в школу ДСААВ города Коряжмы на обучение водителей категории С, Д и Е. В настоящее время учатся 18 человек на подготовку на категорию С грузовые автомобили и один человек на категорию Д, это автобусы. Очень большая гордость за школу ДСААВ, что ребята здесь находят людей неравнодушных, готовых поделиться знаниями, своим опытом. И именно здесь ребята приобщаются к технике. По прибытии на место, как и полагается новобранцам, построение. День обещает быть насыщенным. Прежде чем показать своё мастерство управления автомобилем, ребятам предстоит выполнить ещё несколько заданий. Каждой пятёрке у вас свой мастер и идёте по этапам. Первый этап – стрельба из пневматики, разборка-сборка автомата, бег и подтягивание. Всем всё ясно? Так точно. На каждом из этапов мастера демонстрируют выполнение задания. Наставники предупреждают об ошибках и недочётах, которые не должны допускать курсанты. Ваша задача первая – снять магазин, проверить, нет ли патрона, произвести выстрел. Строгое следование нормативу пока никто не спрашивает. Тому же организаторы делают скидку на зимние условия, в которых приходится выполнять ту же разборку-сборку автомата. Если ранее новобранцы и выполняли подобное задание, то в школьных кабинетах. К разборке автомата приступить. Результаты по стрельбе для зимних условий, таких полевых, вполне убедительные. Значит, разборка-сборка автомата ребятам понравилась. Значит, такие технические сложности возникали, как застывание уже деталей за счёт замерзания смазки. Значит, упражнения выполнили практически все. Но в норматив уложились не многие. Провести задание по разборке-сборке автомата и стрельбе из пневматического оружия помогли гости из Котласа. У соседей воспитанники спортивно-технического центра занимаются профессионально и показывают отличные результаты. Норматив по разборке-сборке автомата, который мы применяем в игре «Зорница» со школьниками, значит, он принимается из-за такого расчёта, что если участник в течение одной минуты не произвёл разборку, мы останавливаем упражнение, оно считается невыполненным. То же самое производим и со сборкой автомата. Если за одну минуту участник не выполнил сборку, значит, упражнение считается невыполненным. Нормативы, для примера могу такие заявить, что в Котласе профессионально, кто занимается патриотический клуб, у них разборка-сборка автомата 6,47 секунды, сборка до 15 секунд. Как говорили организаторы, условия приближены к армейским. Правда, на этапе стрельба из пневматического оружия мишени были в четыре раза больше положенных по нормативу. Это, опять же, скидка на то, что специальные подготовки по стрельбе из курсантов никто не проходил. Показали ребята и свою физическую подготовку. Подтягивания на перекладине пришлось выполнять во всей одежде. Но это далеко не то, что предстоит в армии при полном боевом обмундировании. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Один из этапов по физподготовке – бег змейкой. Как оказалось, это довольно непростое задание – обегать фишки на снежной дорожке. На старт, внимание, марш! С декабря курсанты начали курс подготовки на водителей грузовых автомобилей. Совсем скоро им придется сдавать экзамен. А в этот день им предстояло показать фигурное вождение. И не на Досаафовском автодроме, а в чистом заснеженном поле. Сейчас они будут выполнять упражнения по пересеченной местности, то есть по снегу, по целине, испытать автомобиль. Он проходимый, непроходимый, как он себя чувствует на бездорожье. Самое основное условие. Вождение автомобиля на пересеченной местности для будущих армейцев – наиважнейшее задание проводимого марша. Курсанты должны проверить проходимость автомобиля, на что способна техника. Но это стала проверкой и самих курсантов. Ведь порой приходилось вытягивать машину лебедкой, а порой вооружиться лопатой. Курс подготовки в Досаафы ребята выбирали осознанно. Они уверены, что владение большегрузной техникой пригодится и в армии, и в жизни. В принципе, ничем не отличается габаритами только. Ну и ездить комфортнее на дороге, едешь большой. Да, ну по правилам. Хотелось бы пойти в армию водителем, а не простым. Но машина с детства интересная. В отличие от соревнований, здесь не выявляли лучших. Но, как подвели итог организаторы, все курсанты справились с заданиями. Впереди настоящий экзамен и армейская жизнь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!